МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько денег тратят на войну путинские олигархи? И почему Кремль запретил показывать декларации чиновников? Как и куда россияне выводят свои последние деньги? И о каких еще санкциях против преступного режима думают страны-партнеры Украины? Про все это прямо сейчас в программе «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Приветствую и начинаем. Только за последний год Кремль потратил на войну против Украины минимум 100 миллиардов долларов. Примерно настолько опустел российский бюджет, по оценкам экспертов. А вот как за это время изменилось благосостояние главных организаторов войны, узнать крайне сложно. Ведь декларации о доходах чиновников публиковать в РФ больше не собираются. Почему же? И может ли запрет на правду быть очередной попыткой скрыть хищение в оборонно-промышленном комплексе? Разбираемся. Декларации любят тишину? По секрету с вами скажу. Да. 1 апреля россияне должны были узнать, сколько за год войны заработали чиновники. И оценить, как начатая Путиным спецоперация потрепала кошельки представителей власти. Мы здесь все в равном положении. Но в Кремле посчитали, крестьянам знать этого не нужно. И разрешили такую чувствительную информацию о доходах не раскрывать. Вот потому что... Ну, потому что... Потому что потому. Видимо, после декабрьского указа Путина о том, что военных, силовиков и чиновников, которые принимают участие в военных действиях, освободили от декларирования доходов, чиновники на местах тоже захотели упростить себе жизнь. Здесь, конечно, война внесла свои коррективы, во-первых. А во-вторых, сейчас чиновники в очень уязвимом положении. Во-первых, на оккупированной территории там не сильно рвутся кто-то идти. Поэтому им облегчает возможность быть чиновниками, воровать, записывать какие-то материальные богатства, недвижимость на себя, на родственников. И уже в январе Госдума приняла законопроект, который позволяет публиковать лишь обобщенную и анонимную информацию. Никаких деталей. Только количество чиновников, подавших декларации, и есть ли в них нарушения. Ну, и сама декларация в этом смысле, она бессмысленна. Вот. Простые люди ее не понимают. Чиновники изначально ее всячески фальсифицировали, а сейчас им позволили вообще ее не делать. Но прессе к Путина Дмитрий Песков заявил, что декларации все равно обнародуют. Президент закрываться от народа не будет. Моя любовь к России, я не побоюсь вот этих высокопарных слов, многократно возросла за эти годы. И, конечно же, когда пришло время, Песков заявил, раскрывать доходы Владимира Путина не будут. Несмотря на то, что закон не запрещает обнародовать свои декларации по собственному желанию, в российской элите этим правом какое удивление не воспользовался никто. Честно говоря, даже я был удивлен. Теперь задача. Если из госбюджета на войну ежемесячно утекает по 80 миллионов долларов, сколько тогда в свои карманы кладет высшее руководство страны? Верить никому нельзя. Только мне можно. Точную сумму присвоенных денег назвать пока что невозможно. Но факты красноречивей любых цифр. Сейчас, как мы видим, они там расчехлили танки, там 45-го года, пушки каких-то 40-х годов, ну и так далее. И тому подобное. Хотя бюджет, бюджет военный, да, входит там в тройку, в четверку, в меньшем бюджете всего мира. Вот вам и новейшее вооружение. Результат баснословного военного бюджета и работы кремлевского режима. Наша армия и флот в соответствии с требованиями сегодняшнего дня совершенствуются во всех ее важнейших сегментах. И это совершенствование пойдет на пользу армии, флоту и всей военной организации государства. Но проблемы с обеспечением российской армии начались намного раньше. Некоторые подразделения в войну начали в летней форме, а дальше просроченные сухпайки и экипировка нового российского производства. И уже летом в активном обороте была советская экипировка и оружие. И это все на фоне проблем с выплатами, мобилизованным и очень щедрой поддержкой семей погибших солдат. Ну, правда, спасибо большое от чистого сердца. Не беспокойтесь за нашу армию, с ней все в порядке, она развивается. И до такого состояния вторую армию мира довели даже декларируя доходы. Это такая тонкая сфера, тонкая ткань взаимодействия внутри экономики. Ничего здесь такого страшного нет. Итог один. Декларирую или нет, но свое украдут. Тем более, если демократические инициативы саботируются. Чтобы декларации работали, нужно гражданское общество, права и система. Например, чтобы любой гражданин и средства массовой информации могли найти несоответствие. Об этом публично заявить. Скандал и чиновник вынужден уйти в лучшем случае. А в худшем случае его должно проверить соответствующее ведомство. В России же нет этого. Как только ты начинаешь на какого-то чиновника копать, сразу на тебя открывает дело. Не на него, а на тебя. Поэтому все это было, ну, декларация была именно декларативной. То есть она не имела той силы. И пока о несметных богатствах Путина ходят легенды, сам президент из года в год отчитывался о квартире в 77 квадратов, гараже в Питере, двух Волгах, Ниве и прицепе с Киев. Ну и, конечно же, маленькой по меркам Кремля зарплате – всего 10 миллионов рублей. В то время как первый заместитель руководителя его администрации Сергей Кириенко за 2021 заработал почти 30 миллионов. Ну, ну что ж ты, ну что ж ты на это скажешь? В общем, от народа президент Путин не оторвался. Путин указать может все, что угодно. В общем-то, никто ему не предъявит. Он может указать, что кроме дырявых носков у него ничего нет. В общем-то, и никто не предъявится. Потому что, ну, все расследования, которые есть там, это не сильно, что называется, бьет по пониманию глубинного народа. И понятно, что никаких резиденций в оккупированном Крыму, на Валдае или в Сочи, и уж тем более дворца под Геленджиком в декларациях нет. Самый секретный и охраняемый объект в России без преувеличения – это не загородный дом, ни дача, ни резиденция. Это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной пункт, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь – Путин. От того, что Путин никогда не декларировал свои настоящие доходы и имущества, он, бедолага, даже не может публично поплакаться о потере своей 140-метровой суперяхты за 700 миллионов долларов. Я сейчас не буду комментировать. Поэтому логично, если бы кошельки чиновников уменьшились, декларации бы подали это прямо в стиле кремлевской пропаганды. Показать, что они с народом и тоже страдают. А так меньше знают, крепче спят. Все, кто мог что-то спрятать, они и так спрятали. И все идет к тому, что публикации деклараций, хоть и неправдивых, вряд ли возобновятся. Ведь с начала войны доступ закрывают даже к самым простым реестрам. Нехватку денег на войну власть РФ попробует компенсировать остатками сбережений простых россиян. Министр финансов Антон Силуанов придумал для этого специальную схему, украсил которую бантиком инвестиций в фондовый рынок России. Почему эта затея не более чем очередная попытка ограбить народ, рассказывают эксперты. Кремлевская шайка придумала новый способ выкачивания денег с населения. Люди готовы пострадать. Ведь мобилизационная экономика, послушайте, мобилизационная экономика – это страдание миллионов людей. Министр финансов Антон Силуанов и заместитель премьера Михаила Мишустина Андрей Белоусов разработали план по привлечению сбережений россиян для инвестиций в государство и частный бизнес. 4 триллиона рублей дефицита за 3 месяца. То есть Россия далеко уже не профицентная страна. Таким образом они хотят собрать с населения около 12 триллионов рублей. Даже если взять официальные 146 миллионов человек в России, включая детей и пенсионеров, и разделить на каждого из них эту сумму, с человека выйдет по 82 тысячи рублей. Это в 4 раза больше, чем зарплата некоторых людей в регионах. Как они собираются привлекать инвестиции? По мнению эксперта, они будут давить на патриотизм, чтобы объединиться против всего мира. А также будут давить на чувство страха, что если Россия проиграет, придется отвечать абсолютно всем. Их же, посмотрите, их шоу на российском телевидении. Мне все говорят, мы защищаем Россию, страна в опасности. Если мы не выиграем эту войну, мы все пропали. Как говорила Симоньян, что даже дворник, который метет вручатку, запрямлялся к стену, он все равно сядет. Для некоторых будут персональные условия, типичные для современной России. Вы как бы добровольно инвестируете, но если вы добровольно не будете инвестировать, мы начнем либо у вас создавать проблемы, либо и вовсе включим криминальный кодекс и идем для каждого из вас. Как бы там ни было, Силуанов с Белоусовым собираются заместить деньги покинувших Россию инвесторов и вернуть доверие россиян к государству. Для этого предлагают несколько инструментов. Например, создать индивидуальные инвестиционные счета нового типа. Открывая их, вы сможете сами выбирать, во что инвестировать. Силуанов приводит в пример таких российских гигантов, как Сбербанк и Газпромбанк. Звучит заманчиво. Только вот ценные бумаги первого с осени 2021 года упали на 39%, а второго на 52%. Также они предлагают ввести институт страхования жизни. Только инвестиционное страхование в России многие оценивают близким к мошенничеству. Международная конфедерация обществ потребителей в 2018 году проверила 20 лучших российских банков на корректность информации об инвестиционном страховании и пришла к неутешительным выводам. Доходность по инвестиционному страхованию жизни в определенные промежутки времени может быть нулевой. Средняя доходность по завершившимся в 2017-2018 годах трехлетним договорам составила чуть больше 3% годовых, а по пятилетним всего 2,4%. Настоящий инициатор этого проекта, по мнению эксперта, никак не Силуанов, а именно Андрей Белоусов. Это его почерк. Было бы выбрано в российском правительстве роль вот такого черного гения, либо человека, на которого все можно будет списать, это Белоусов. Он уже не первый год пытается разными способами добавить денег в казну. Например, в 2018 году он составил перечень из 14 компаний, которые, по его мнению, заработали слишком много денег. И они должны были просто так отдать 500 миллиардов рублей государству. Но у него ничего не вышло, даже Путин не смог помочь. Путин получил правительству разобраться, забрать деньги, ну, в общем, ничего не помню. Ничем не закончилось, да, олигархи отстояли свое. В середине 21-го года он решил повторить попытку отобрать деньги у олигархов и заявил, что металлурги нахлобучили государство, а потом потребовал с них 100 миллиардов рублей. Ребят, я даже не буду думать, как с вас снять эти деньги. Такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот, 100 миллиардов рублей. В тот раз платить опять никто не стал. Но совсем недавно он в очередной раз потребовал денег. Теперь уже 300 миллиардов за доходы, полученные в 21-м и 22-м году. Главное отличие от предыдущих попыток, теперь он заручился поддержкой министра финансов Антона Силуанова. Белоусов вместе с министром финансов пришел, вот то, что называется Российский союз промышленников и предпринимателей, и с таким видом гордого хозяина сказал, ну что, холопы, сейчас я вам озвучу. Ну, нет, ну примерно вот в такой риторике, да, вот, ну там, без слова холопы, конечно, не прозвучало, но манера была примерно такая. И с первой попытки у них ничего не вышло. Они Белоусова и Силуанова запросали техническими вопросами. А как это будет оформлено? А как это будет сделано? А что там? А что здесь? И в результате выяснилось, что вот эти два высокопоставленных чиновника, они по большому счету ничего сказать не смогли. Они, вот кроме того, что дайте нам денег, да, вот они ничего другого произнести не смогли. Но в итоге эта парочка смогла под видом добровольного взноса забрать у бизнеса суммарно 300 миллиардов рублей. И вот теперь он нацелился на добровольные инвестиции населения. По мнению эксперта, в случае чего Белоусовым всегда можно будет пожертвовать и обвинить его во всех проблемах. Белоусов, естественно, он сейчас в этой ситуации, он очень даже подходит на роль вот этой сакральной шерсти. Скажем так, на критической точке можно будет пожертвовать, убрать и выскать, но это все он. Это не правительство. Сегодня Путин со своими преступниками уже не стесняется и собирается залазить к абсолютно каждому человеку в карман. Только от самих россиян зависит то, как долго это будет продолжаться. Из России бегут, а точнее спасаются бегством не только иностранные бизнесы и сами россияне, но и их деньги. В частности, банковских вкладов осталось меньше 8 триллионов рублей. И это антирекорд за последние как минимум 10 лет. Почему так? Куда россияне выводят деньги и как это влияет на экономику страны? Считаем и разбираемся. Очередной антирекорд при путинском правлении. В начале этого года россияне хранили на депозитных счетах сроком от одного года 7 триллионов 920 миллиардов рублей. И это минимум с 2013 года. Вывод денег в третьем квартале прошлого года увеличился в 26 раз из России в другие страны. Последние два года долгосрочные валютные и рублевые депозиты были примерно на уровне 11,5 триллионов рублей. Но за год войны их сократили почти на 30%. Вот такое явление приведет к тому, что страна станет просто экономическим карликом. То есть ее удельный вес будет меньше 1%. Вот представьте себе, удельный вес экономики 1,7 часть суши будет меньше 1%. Как только она станет реальным экономическим карликом, я называю это 1% удельный вес ВВП в мировом, тогда война закончится, тогда будет к вам. Долгосрочные депозиты – это возможность кредитования населения и развития бизнеса, да и страны в целом. В Европе это основной источник финансирования бизнеса. И не только бизнеса, но и кредитования людей для покупки квартир. То есть берут депозиты и вкладывают, кредитуют бизнес и людей. И сейчас вот эта депозитная база долгосрочная сократилась, она уже меньше 90 миллиардов долларов, цифра очень маленькая. Вот такой обвал в пропагандистских СМИ называют тектоническими сдвигами. Обтекаемо говорят о лимитах, ключевых ставках, релокации населения. Но забывают сказать главную причину – путинская война, которая вызвала беспрецедентные санкции. И теперь у большой части населения нет доверия ни к власти, которая принимает репрессивные законы, ни к банкам. Российский народ банально боится потерять свои деньги. И не на пустом месте. Дефицит бюджета уже в конце марта превысил 4 триллиона рублей. Хотя план на весь год всего 2,9 триллиона. Страх, что банки будут банкротиться. Это происходит пока не массово, но вот этот страх, он ведет к тому, что люди снимают деньги и стараются держать их дома. Да, почему? Потому что или банки обанкротятся, или Путин вдруг решит, что денег у него мало и надо, чтобы процентов 30 депозитов, а то и 50 пошло на финансирование войны. У него сейчас дефицит колоссальный. Валютные депозиты в процентном выражении пострадали больше всего. Они потеряли более чем 62%. Если говорить про валюту, то самая большая утечка идет через перечисление денег за рубеж. Россияне в прошлом году перевели в банки Узбекистана 14,5 миллиардов долларов. В Армению 3,2 миллиарда, в Киргизию 2,6 миллиарда долларов. Таким образом, российский народ не просто поддерживает, а прямо развивает экономику других стран. По сути, видя, что деньги бегут, страны, естественно, рады их принимать. И для России это означает, что деньги, которые могли бы работать в экономике России, а впоследствии гипотетически могли бы быть арестованы и переданы в индустрии армии, их уже нет. Но даже эти огромные суммы не основная причина вывода денег. Самая большая утечка капитала просто снимают деньги со счетов. И тратят их на поддержание уровня жизни, потому что не хватает. Ситуация с каждым месяцем все хуже и хуже. Количество микрозаймов растет с невероятной скоростью. В 2022 году цессия составила 57 миллиардов 600 миллионов рублей. Почти в два раза больше, чем в 2021. 30,5 миллиардов рублей. Или 4 миллиона 600 тысяч договоров в 2022 году против 2 миллионов 700 тысяч в 2021 году. Формулируют специалисты Центробанка РФ. Сейчас, по мнению экспертов, в меньшей степени страдают только Москва и Питер, когда в регионах люди начали проедать свои накопления. Ведь сегодня уже далеко не всем хватает зарплаты на еду, лекарства и коммуналку. На периферии эта бедность очень видимо. Когда люди беднеют, они начинают использовать свои сбережения для того, чтобы поддерживать привычный стандарт жизни. Невероятно высокие комиссии за перевод, низкая процентная ставка стали для многих большой проблемой. А процентная ставка меньше, чем инфляция. Меньше, чем девальвация. Существенно меньше. Смотрите, если... Вот я прогнозирую инфляцию в этом году приблизительно, приблизительно где-то 13%. 13%, а банки платят по депозитам 7%. Это означает, что теряется 6% покупательной способности денег. То есть положили в этом году, через год вы на эти рубли купите на 6% меньше. А если учитывать фактор девальвации, то не на 6%, а на 26% меньше. Сегодня, храня деньги в российском банке, обычный народ только теряет. И все это из-за Путина. Именно он принял решение о вторжении. Именно он вынудил Запад отреагировать на кровопролитие ни в чем не виновных людей. И последствия его решений россияне будут разгребать еще много лет. Хотели закончить за год войду. Если два года, это где-то 15 лет будут платить. Огромные суммы. Да, обрекают себя на длительную бедность. Олигархи путинской эпохи обязаны ему по гроб жизни. За то, что позволял 20 лет грабить народ. За это топ-бизнесмены теперь должны финансировать войну. Выступая фактически спонсорами преступного режима. Один из таких кровавых спонсоров, как его называют, православный олигарх Игорь Алтушкин, финансирует батальон «Урал», воюющий в Луганской области. Как за это Алтушкин со временем будет непременно наказан и в чем, собственно, выражается его помощь боевикам? Подробности далее. Российские олигархи создают собственную армию. Данный батальон является отдельным штурмовым батальоном Министерства обороны под дополнительным обеспечением частных лиц. Православный российский олигарх Игорь Алтушкин финансирует батальон «Урал». Это подразделение подчиняется Министерству обороны страны-агрессора. Но фактически его полностью обеспечивает снаряжением и прочим именно российский медный магнат Алтушкин, пишет издание «The Moscow Times». Об этом журналистам рассказал российский офицер на условиях анонимности. «Урал» полностью спонсирует Алтушкин, обеспечивает снаряжением и прочим. Это его батальон. Информацию я получил от их командира. Информацию подтвердил и тот, кто непосредственно набирает добровольцев в этот батальон. Президент фонда ветераны Урала Виктор Ярков. Именно среди ветеранов Афганистана и Чечни ищут новых оккупантов. Хотя сначала, после сентябрьской встречи Путина с олигархами, Игорь Алтушкин, по информации организации «Русь сидящая», искал новых вояк в уральских тюрьмах. Но его планы скорректировала монополия Пригожина. Вот то самое кладбище. Да, оно растет. Батальон «Урал», по сообщениям пропагандистов, в феврале находился в районе Креминой на Луганщине. При этом военные из подразделения и пропагандист «Соловьев» отмечали, что батальон на фоне остальных имеет серьезное обеспечение, в частности техническое. Коптеры, активные наушники, все, что нужно для пехоты и специальных подразделений, появляется мгновенно. Теперь же ясно, что все это обеспечивает еще один путинский олигарх, ведь других в России нет. Но этот особенный. При всем цинизме, в частности финансировании захватчиков, Игорю Алтушкину пока еще удается избегать санкций. Только Украина добавила его в санкционный список. Но после всплывшей информации, вероятно, путь в цивилизованный мир олигарху закроют. А это очень болезненный удар по нему. И сейчас расскажем, почему. Игорь Алтушкин – основатель и владелец русской медной компании. И еще в 2021 году его состояние оценивалось в 7 миллиардов долларов. Но после российского вторжения олигарх потерял часть своего капитала. Правда, это его ничему не научило. Ведь он и сейчас деньгами поддерживает путинскую агрессию. И не только. Игорь Алтушкин отлично сочетает в себе все атрибуты путиниста. Работает по установленным Кремлем правилам. И за это получает награды из рук диктатора. Игорь Алтушкин. Из рук президента. Он получает орден дружбы. Пока Зушна и Яра занимается церковью. За это его и назвали православным олигархом. В 2018 году на бизнес-джете Алтушкина в Екатеринбург прилетал патриарх Кирилл. С особым чувством я вступаю на екатеринбургскую землю. Алтушкин строят церкви даже вопреки желаниям местных жителей. В 2019 году в Екатеринбурге разгорелась настоящая война за местный парк. Его Алтушкин хотел застроить храмом. А против несогласных горожан выставил бойцов из собственной академии единоборств. У нас 300 храмов в округе. 300. А Екатерины нет у нас храма. То, как бредово Алтушкин борется за российскую церковь, даже против россиян, можно сравнить только с тем, как его жена Татьяна занимается вопросами образования. Женщина основала русскую классическую школу. И всерьез ратует за возвращение к советской и одновременно дореволюционной системе образования. Даже предлагает заставлять детей писать пером. Когда мне попадались в руки старые методички, вы знаете, их можно читать как художественную литературу. Казалось бы, не семья, а образец для подражания всего русского мира в самом жутком значении этого слова. Но не тут-то было. Наслаждаться концентрированным русским миром семейство на самом деле не очень любит. Татьяна давно подданная Великобритании. А в самом Лондоне у путинского олигарха роскошнейшая недвижимость. Особняк, который до развода с Гайем Ричи принадлежал американской певице Мадонне. Он находится на западе Лондона. Вокруг постройки викторианской эпохи. Пять этажей. Десять или двенадцать спален. Кинотеатр. Лифт. На подземном этаже бассейн. Тренажерный зал, спа-зона, студия для танцев и комнаты для прислуги. В Лондоне же у Алтушкиных есть еще и элитная квартира за 2 миллиона фунтов стерлингов. А значит, фонд конфискованного имущества у кремлевских богачей в пользу Украины может в скором времени серьезно пополниться. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина делает всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся, как всегда, в эфире во вторник и в пятницу в 16.30 только на телеканале «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова